Меня зовут Кристоф Федлецкий, я поляк, родился много лет тому назад в Варшаве. Уже почти 10 лет возглавляю компанию Astellas Pharma в Украине. Мне подзвонил мой многолетний друг, мы заканчивали тоже самое в ВУЗ, и спросил, или я бы не возглавил компанию Astellas в Украине. Я знал японские компании, но так, очень поверхностно, и, если честно, не сильно собирался приезжать в Киев. Но он сказал, что это одна из лучших компаний, в которых ему пришло работать, он возглавляет регион, в который входит Украина. Но я так достаточно долго-долго думал, и, наконец, решил, ну, наверное, приеду на год, может, на полтора года. Слава Богу, в этом году будет 10 лет, как я здесь. С одной стороны, вы знаете, это огромная достойность возглавить самую большую ассоциацию, которая объединяет почти тысячу компаний. С второй стороны, это огромная ответственность. Первая работа мне было почти 14 лет. Я жил тогда с родителями, у нас дом при городе Варшавы. Я решил, что мне нужны собственные деньги. Недалеко от нашего дома были огромные поля капусты и цветной капусты. Я решил, что я пойду к хозяину этих полей, и я там буду у него работать. И это была моя первая работа. Я приходил в три утра, мне давали такую огромную корзину, которую я брал на спину, длинные резиновые сапоги, потому что роса была на полях. И мне в эту корзину закидывали цветную капусту. Я так где-то километр носил их до грузовика. Это очень тяжело. Мама, конечно, говорила, что зачем ты так мучаешься, но папа сказал, хорошо. Пусть почувствует, как вкусно его, собственно, и деньги. Знаете, в одной из первых моих бизнесовых работ был такой закон ватерлинии. Ватерлиния – это то, что у каждого корабля есть линия, вызначающая, где он под водой, а где над водой. И философия этого закона говорит так, что каждый сотрудник компании может делать дырки в, как это называется, борт, наверное, корабля выше ватерлинии. Потому что это довод того, что он креативен, что он хочет что-то сделать. Но в никаком случае не надо делать дырок ниже ватерлинии, потому что просто корабль утонет. Появляется вопрос, где эта ватерлиния находится. Разные компании выделяют, там, для вас это будет 100 тысяч долларов, а для вас 500 долларов, а для вас 3 миллиона. А в этой компании, в которой я работал, уникальная американская компания, там определяют ватерлиния таким способом. Если при принимании решения у тебя появляется странное чувство в районе желудка, это может быть, что твое решение ниже этой ватерлинии. Деньги и палка Ну, это, конечно, не все так просто. Я думаю, что меня мотивирует лично. Мне кажется, что что-то, какая-то внутренняя потребность выполнения своих задач. Мое начальство достаточно далеко, и, конечно, у них там есть какая-то палка, но настолько далеко, что ежедневно я и не вижу. В связи с этим, это более самоконтроль и чувство какой-то порядочности, которое, ну, заставляет человека рано утром выйти на работу, выполнять свои задачи. Я бы назвал это порядочностью. Что касается работы, безусловно, профессионализм. Мало кто знает об этом вообще. Я не умею кататься на коньках. Это кошмар. Я думаю, что эти 10 прав, которые Господи дал евреям, они, в общем-то, достаточно разумны. И, может быть, с исключением, что там по воскресеньям работать нельзя. Я это вычеркнул у нас на работе. Нет у меня никакого секретного способа. Использую электронный календарь и записываю все встречи. Если их в течение дня больше, чем 10, это значит, что 11 надо сделать следующий день. Знаете, вдохновляют мне контакты с людьми, общение с людьми. Это тоже банально. С второй стороны, стараюсь с каждым разговором, независимый. Или это человек с огромным опытом, в возрасте, с большой позицией. Или это просто даже молодой, симпатичный студент, с которым мне приходится общаться. Что-то от каждого из них взять для себя. Ну, получается такой мешок пазлов, с которых что-то стараюсь потом сложить. Я каждый день, утром, задаю себе два вопроса. И это опять научил мне их Кэнд-Ланшар. Первый вопрос. Что я должен сегодня сделать, чтобы помочь своим сотрудникам? А второй вопрос. Еще важнее. Чего я не должен делать, чтобы мне еще больше помочь? Это один совет. Второй совет. Или просто хочу поделиться, как я вижу, тоже роль начальника. Давайте людям свободу. А вы работаете как ледуку. Там, где они не могут, потому что они моложе вас, потому что они менее опытные. У них нету связи, возможности пробиться. Там ваша роль. Вы пробиваете им дорогу. Только тогда, как они сами не смогут. И работаете как громадвор. Если сверху, потому что кто-то допустился ошибки. Люди допускаются ошибки. Чтобы не били их сверху, я беру громы на свою молнию, на свою голову. Потому что от ферджа я более готов принимать ответственность за своих людей. А им надо оставлять возможность принимать решения. Если вы будете их бить за первые ошибки, они не будут принимать дальше решения. Будут ждать пока. Либо, как красиво, покрывать себе заднюю часть разными письмами и бояться принять какое-то решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова